Всем огромный привет, друзья! Это такая замечательная игрушка как Clash of Clans, и отыгрывать сегодня мы будем на моем основном аккаунте. По просьбе некоторых людей, я хочу записать сегодня ролик о том, именно как можно, в принципе, фармить на ТХ-9, то есть незамысловатой армии без всяких големов, собственно, валькирий, хогов, ну и прочего довольно дорогого добра. А, собственно, представляю вашему вниманию, наиобыкновеннейшая армия из гигантов, лучниц, гоблинов, само собой стенобоев и целительниц. Ничего сложного, сама по себе армия стоит не особо дорого, насколько я помню, порядка 100 тысяч эликсиров обходятся чисто одни юниты, и, в принципе, с помощью данной армии можно довольно спокойно брать двушки с ТХ-9, забираться в середину базы, тырить черный собственный эликсир, обычные ресурсы, вносить домики, ну и много чего интересного. К сожалению, такими армиями не особо хорошо можно держать кубки, то есть против десятых ТХ-9 ты уже не особо хорошо поиграешь, а против прям реально жестких каких-нибудь девяток, то есть с 20 плюс героями тебе тоже будет тяжко. Ну а если база не особо прям сильная, там местами не докачан забор, герои там, скажем, до 15 уровня, можно, в принципе, спокойно фармить, двушки брать и, само собой, пионерить ресурсы. Именно поэтому я решил сегодня вам показать, да и заодно глянем на гоблинов 6 уровня, потому что не так давно они у меня прокачались, то есть даже недели не прошло, а я так и не записал ролик, поэтому это дело нужно исправлять. Также, я думаю, то, что вы уже заметили, в крепости клана я себе накидал боулеров и сегодня мы на них глянем, то есть посмотрим на этих выше балл. Правда, у Сережи они всего лишь первого уровня, поэтому только первый левел пока может сидеть в моей крепости клана, но в будущем клан будет пятого уровня, я имею ввиду Россия, и, собственно, боулер уже будет приходить на уровень выше, а, соответственно, второго левела, что уже, в принципе, не так уж и плохо, так что там увидим. Ну что, вроде бы моя армия на ваших экранах, вы все это дело разглядели, и теперь давайте пробежимся по казармам, как же все это добро заказывается. Собственно, пожалуйста, первая и вторая казарма забиваются одинаковым образом, то есть, сами видите, все забивается точно так же. Опять же, предельно просто, и по времени строится такая армия, порядка 30 минут, собственно, ну, опять же, не так уж и долго. И последние, ребята, две казармы забиваются вот так вот, целительницы не берутся, но берется чуть побольше гигов и еще немного стенобоев, чтобы пробивать различные секции забора, забегать в центр базы, ну и забирать резы, само собой, без этого никуда. Поэтому, опять же, все на ваших экранах, армия заваривается крайне просто. Запомните просто две комбинации и забивайте их по своим четырем казармам. В каждые две первую комбинацию, нет, как это правильно сказать, в первые две казармы одну комбинацию, и в другие две казармы другую комбинацию, и как бы все, армия у вас готова. А если у вас таунхолл седьмой или таунхолл восьмой, то просто убирайте по гиганту, то есть таким вот образом делаете, и, как вы понимаете, у вас армия делается уже не на 220, а ровно на 200 мест. Поэтому не переживайте, на седьмом и восьмом таунхолле можно также и спокойно играть. По банкам здесь все куда проще, я беру джамп, два хилла рейдж и банку яда, также в крепость клана себе кидаю яд. Ладно, как-то я уже сильно заговорился, а то опять многие будут писать, затягиваю, все, никакой воды, погнали в атаку, и там уже глянем, на что способна данная армия. Итак, друзья мои хорошие, предлагаю начать нашу первую атаку на такую вот довольно среднюю девяточку, то есть не все особо сильно у них здесь прокачано, ближе, конечно, к фулу она, но некоторые защитные сооружения еще нужно подкачать. Предлагаю вам зайти, наверное, с одной из пвошек, вопрос только в том, с работающей, то есть какой-нибудь со стороны короля, королевы или вообще зайти с неработающей и не париться на эту тему. Я предлагаю просто не переживать, зайдем с неработающей, ну а дальше будет что будет. Поэтому смотрите, как мы поступаем, мы берем, для начала нужно попытаться проверить юнитов из клан Касла, если, конечно, тут ничего не выйдет, то уже, как говорится, будем действовать на месте, да. Скорее всего, просто гигант не дотягивается до именно места того, где клан Касла начинает выходить, поэтому он не выйдет, окей. Ну давайте скидываем здесь двух целителей, под них мы прямо вот так вот высаживаем гигантов и они потихонечку подвигаются к забору. Так, защитные сооружения отвлечены, значит можно без проблем высаживать здесь лучниц, чтобы они зачищали круг, для того, чтобы наши герои могли беспрепятственно зайти в середину данной базы, отлично. Первый пойдет король, потом королевка, ну и давайте запустим наших боулеров, и, кстати, впереди них будут бежать все набои, которые, я думаю, прорвут забор, без всяческих проблем, да ведь? Да, они пробивают забор и нам даже не потребуется тратить джамп драгоценный, это очень-очень круто. Давайте выпустим немного гоблинов, собственно, дадим приблизительно сюда баночку рейджа. Также у нас имеется драгоценный хил, который я бы бросил вот сюда вот, потому что там довольно жесткий дамаг идет по нашим юнитам, и там их нужно всячески лечить, опять же. Так, ресурсы с помощью гоблинов под рейджем довольно быстро укрались, давайте прожмем короля, пока его там не завалили. Также здесь будем докидывать понемногу лучниц, почему бы и нет. И здесь я кину банку джампа для того, чтобы наши гиганты вышли из этой, собственно, середины, потому что с помощью именно забора противника он их оттуда не выпускает, как вы понимаете. У нас имеется еще целая баночка хила, я предлагаю ее тоже задействовать, давайте кинем ее вот сюда вот, почему бы и нет. Также здесь немного стенобоев добавим, к примеру, скинем где-где-где-где-где, давайте вот тут вот, ну и, в принципе, пока все. Имеется еще целая 21 лучница, мы про это не забываем, и нужно будет обязательно использовать. Итак, королевку, нет, королевку прожимать не будем, я вижу то, что она там при смерти, поэтому главное не забыть, иначе это просто будет стыдобень, если потеряем ее так позорно. Так, там гигантики потихонечку погибают, к сожалению, давайте прожму королевку, вроде бы пушечку должны уничтожить, но гигбомба, конечно, довольно сильно прокоцала к вину, тут уж, как говорится, придется ее вот-вот потерять. Такс, у нас, ребята, имеется еще целых 5 гоблинов, если бы эта база была заброшена, то они бы спионерили довольно много ресурсов, но так как здесь все основные ресы находились в хранилищах, а хранилища здесь уже защищены заборинками, нам просто-напросто останется выкинуть этих гоблинов, скажем, на какую-нибудь шахту, к примеру, вот на эту, и заберем хотя бы то, что сможем, на этом, кстати, уже и можно будет завершать бой. Ну, в принципе, как я считаю, нафармили бы неплохо, 82% набили благополучно, конечно, нам пришлось потратить все банки, само собой, я вам так делать не рекомендую, это делал я чисто для того, чтобы, не знаю, была какая-то зрелищность, эпик, собственно, трэш за местную и прочее. Опять же, когда вы фармите, вы стараетесь экономить ресурсы и так банками не раскидываетесь. Смотрите, в общем, золото, чистый плюс, на поиск я потратил гораздо меньше. Собственно, одни ресурсы, которые мы получили за счет бонуса, окупают всю нашу армию, с баночками еще окупается именно то, что мы получили за сам бой, и идем, в принципе, по эликсиру в плюсецкий. Ну и подарку мы вообще не потратили ни копейки, поэтому чистые полторы тысячи черного в плюс, то есть, я считаю, за 30 минут такой результат очень даже приемлемый, давайте соберем немного ресурсов за звездный бонус, который мы получили, и проапгрейдим, скажем, вот эту вот заборинку за целых 3 миллиона, собственно, золота, хотя сказать, эликсира, но вовремя не сказал. Так, в общем, что мы видим? Давайте я кину запросец на еще бойлеров, в принципе, мне понравилось, как они себя ведут, да и тем более, когда ты к ним докидываешь трех стен обоев шестого уровня, это выглядит тоже очень круто, они вам сильно помогают. Поэтому давайте кидаем запросец на бойлеров, забустим мою королеву, чтобы она быстрее высыпалась, королевича, ну и, само собой, фабрику обычных заклинаний, ну и куда уж без казарм. Тут это у нас, само собой, основной продукт, который нужно бустить как можно, как можно чаще. Как видите, гемов все меньше и меньше нужно, наверное, в скором времени, для того, чтобы мне было чуть попроще прибегнуть к покупочкам, надо вопрос только подумать в том, каким, вот этим вот, то есть, куль кристаллов, как говорится, или мешочек, потому что, я думаю, вы знаете, в будущем мне придется идти в Титановую Лигу на этом аккаунте, поэтому гемчанские будут очень нужны. Ну ладно, это, как говорится, уже совсем другая история. Все тогда, друзья мои хорошие. Наша первая с вами атака прошла очень даже неплохо, пофармили классно, базу снесли тоже очень даже замечательно. Тогда ждем, пока достроится моя армия, выспятся герои и доварятся с пылы, и как только все это дело произойдет, я пойду в поиск и подберу подходящую базу для нападения, я сразу же включаю запись, и мы продолжаем, никуда не уходите. Итак, друзья, предлагаю второй нашей атакой снести базу уже гораздо сильнее, нежели предыдущая, то есть, королевка здесь сильнее, забор прокачанный, да и вообще, деф здесь абсолютно фуловый. Единственное, что здесь именно послабее, чем на предыдущей базе, это то, что отсутствует король, в этом плане нам будет полегче, ну да ладно. Собственно, предлагаю зайти со стороны королевы, чтобы сразу же ее ликвидировать и, в принципе, на этой базе не оставить героев вообще, поэтому давайте так и поступим. Собственно, первым делом предлагаю взорвать ненужные для нас заборинки, для этого я скину здесь гиганта, ну и, собственно, трех стенобоев. Так, они спокойно справляются своим делом, с этой же стороны сделаем абсолютно так же, кидаю гиганта, ну и, само собой, стенобоев, чтобы взорвать забор. Отлично, теперь я вам предлагаю сделать, знаете, как, ребят, не выпускать наших гигантов, получается, в одну точку, а запустить их вот такой вот линеечкой, почему бы и нет. Собственно, позади раскидаем лучниц, как обычно мы это с вами и делаем, ну и, собственно, ближе к серединке здесь выпустим боулеров и, само собой, стенобоев, которые пробьют нужный для нас забор, а ведь, да ведь, куда они денутся. Или нет, смотрите, одна заборинка не прорвалась, именно чуть-чуть и не хватило урона, и поэтому сейчас будет вся основная надежда на наших героев. Кстати, многие гиганты там потихонечку загибаются, поэтому будем надеяться на героев, как я думаю, вы уже поняли. Так, предлагаю пока дать баночку хила, ибо целительность ни в коем случае сейчас нельзя высаживать, потому что ПВОшка просто всех зарубит. Вот теперь давайте скинем, некоторые гиганты еще живут, и это круто. Тут предлагаю выкинуть банку джампа, чтобы некоторые перепрыгнули забор. Так, прожать королевича, так же смотрим, что у нас тут происходит. Предлагаю, наверное, скинуть рейдж, только вопрос в том, куда. Ну, давайте, скажем, на вот этих вот юнитов, чтобы они здесь все быстренько долбили, и так же докинем немного гоблинов. Опять же, почему бы и нет. Хотелось бы мне на самом-то деле еще с пионерой дарк, поэтому давайте будем использовать гоблинов, прожму королевку, главное, чтобы она не погибла. Скину банку хила на гоблинов, ну и давайте забирать черный эликсир, благодаря банке джампа, ну и, само собой, довольно большому урону гоблинов, которые еще и в несколько раз сильнее бьют по хранилищу именно вообще ресурсов. Поэтому, спокойно, ребята, как видим, забираем черный эликсир, и, само собой, берем с этой базы две звезды. Конечно, арбалет нам мешает, но королевка с ним, само собой, справляется, тоже очень даже удачно. Так, хотелось бы мне еще немного набивать, понабивать здесь процентов, потому что мы находимся, если вы вдруг забыли, в мастер-лиге, и здесь за каждый дополнительный процент нам дают чуть побольше бонуса, а это приятно. Так, давайте здесь скинем 4 лучницы, этого хватит, чтобы уничтожить этот домик строителя, или нужно еще немного. Так, этого нам хватает, отлично. Ну и тогда последним зданием, которое мы уничтожим, будет вот этот вот домик, с другой стороны, 5 лучниц нам здесь вполне хватит. Ну и, собственно, 54% набили на этой базе, как я считаю, довольно неплохо. Забрали, получается, из общего количества хранилищ 5 штук и таунхолд. Как мы видим, по ресурсам, опять же, все очень даже неплохо, все банки заюзал, опять же, исключительно ради экшона и более того, именно для того, чтобы все это дело было намного смотрибельнее. А по ресам мы, по-моему, немного не окупились, потому что банки стоят довольно дорого в наше время, но по золоту и черному эликсиру, ребята, мы в несомненном плюсе, да и тем более, я показал вам снос довольно сильного 9-го таунхола. Будь у вас в крепости клана что-нибудь пожестче, нежели вышибала, потому что я их взял чисто ради того, чтобы глянуть, на что они способны, то я думаю, вы бы на этой базе что-нибудь натворили посерьезнее. То есть, взяли бы валькирии, скажем, камня, который бы долго принимал урон, и все бы у вас было просто замечательно, как я считаю. Поэтому, не знаю, честно говоря, данная армия, как фарминг армия, справляется просто на ура. В идеале, мне бы, конечно, для последней третьей атаки найти фуловую восьмерку, к примеру, с полостями забитыми хранилищами, шахтами, и показать вам, как просто данная армия испепеляет любой ТХ-8 при, само собой, грамотной атаке. И если в крепости клана не окажется магия, и при этом вы выпустите всех гигантов в одну точку, то, ребята, у вас все будет отлично, и трешечки вам просто будут сыпаться в карман. И, само собой, данной армии, восьмые Таунхоллы фармить в Золотой Лиге, или там, ближе к Хрусталю, просто одно удовольствие. Будет время, я вам обязательно покажу, но пока как-то из второго мастера опускаться в золото ради того, чтобы это показать, ну, как-то не хочется, честно вам скажу. Поэтому в ближайшем будущем обязательно увидим, если сейчас в поиске, само собой, подберу восьмой домик, какой-нибудь подходящий под мои критерии, то тоже буду просто безумно рад и запишу вам этот экземпляр, собственно, для ролика, почему бы и нет. Поэтому, ребятки, как-то так. Ладненько, много вас забалтывать не буду, и так сегодня куча лишней болтовни, то есть, я думаю, многие пришли смотреть чисто на практику, а я у вас какой-то вообще информацией загружаю, то есть, теория никак не подтверждена на данный момент. Мною, но я думаю, в будущем, само собой, это дело мы с вами проверим. Поэтому, ладно, ставлю на паузу, жду, пока достроится армия, выспятся герои и доварятся баночки. И как только все это дело произойдет, в поиске я подберу подходящую базу для нападения, я сразу же включаю запись, и мы продолжаем, никуда не уходите. Ну и, в общем, ребят, как выяснилось, это все-таки оказывается моя последняя атака на сегодня с моими комментариями, прошу заметить. Записал я для вас одну атаку без комментариев, в принципе, она вышла довольно годная, и давайте я просто вам включаю тогда под музыку, вы глянете, атака вышла довольно эпичная, комментировать ее я не буду. Так что, надеюсь, что этот выпуск вам понравился, ну и, собственно, все мои атаки тоже, я думаю, что принцип нападения данной стратегии вы уловили, хотелось бы, на самом деле, в это очень верить. Ну и, само собой, мой миксец вам тоже понравился. Не забываем то, что, если вы до сих пор не подписаны на канал, то вы спокойно это можете сделать, мне будет очень приятно, да и вы не будете пропускать новые видеоролики. Также есть группа ВКонтакте, собственно, на которой публикуется довольно много чего интересного, ссылочка имеется в описании под каждым моим видео, поэтому тоже заглядывайте, я думаю, найдете все, что вам нужно именно там. Ну, на этом хотел бы с вами попрощаться, зацените последнюю атаку, вышла она уже, как я сказал ранее, очень даже неплохая и эпичная, поэтому, надеюсь, она вам понравится тоже, как и все предыдущие. На этом все, желаю всем счастья, здоровья, всего самого лучшего, побольше фарма, поменьше сливов и всего хорошего. Пока-пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok